Здравствуйте! Вы смотрите программу Камертон социальная сеть. Сегодня на повестке дня у нас 29-й избирательный округ и рассказать о том, что в нем происходит, сегодня согласился его депутат Дмитрий Жарий. Здравствуйте, Дмитрий Иосифович! Спасибо, что нашли время прийти. Давайте для наших телезрителей обозначим границы вашего округа, чтобы они ориентировались. По сторонам света с запада это река Иркут, с севера река Ангара, с востока улица Терешкова, а юг это территория прилегающих станций Кая. Спасибо, понятно. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы будете звонить к нам сегодня на прямой эфир, телефон прямой линии 707020. Ждем ваших звонков с вашими проблемами или, может быть, пожеланиями. Ну и объявляя тему сегодняшнего интерактивного голосования, качество содержания придомовых территорий зависит от жителей, от управляющей компании или от городских властей. Ждем вашей реакции и на интерактив, на наш. Ну и хотелось бы, конечно, задать вам, Дмитрий Иосифович, вопрос, какова, собственно, ваша позиция в этом голосовании? Что ближе? В соответствии с жилищным кодексом, содержание внутридомовых территорий – это обязательства жителей, жители должны содержать. Но сегодня тоже есть здесь некоторые проблемы в связи с проведенным межеванием границ домов по отмостке возникают. Поэтому здесь требуется доработка законодательства для того, чтобы все-таки жители… Двор может принадлежать нескольким домам. Здесь нужно систему разделения ответственности предусмотреть за эту территорию. Сколько площади одному дому, сколько другому дому. Вот это вот все надо прорабатывать. Но, тем не менее, ваш вариант первый. Но, тем не менее, да, мой вариант первый, да. Хорошо, посмотрим, как проголосуют наши зрители. И, конечно же, давайте сразу же, прежде чем начать нашу беседу, для наших же опять телезрителей, которые проживают в вашем округе, расскажем, какие, на ваш взгляд, наиболее главные проблемы, наиболее важные проблемы. Сегодня в моем округе, я так разрешите скажу, что в моем округе, наверное, самая такая тяжелая проблема, которую не решишь ни за один год, ни за два, это транспортная нагрузка на узел Маяковского, Боткина, спортивный перевод. То есть, сегодня идет весь транзитный поток и грузового, и общественного транспорта через эти улицы. Фактически, это транзит, идет Московский тракт по этим улицам в связи с тем, что в районе станции Каи, в районе военного городка находятся терминалы, где разгрузопогрузочные операции проходят, и это все идет через эти улицы. То есть, вы считаете, что это самое важное? Сегодня это самое сложное, самое дорогостоящее проблема, которую надо решать. Ну вот, следовательно, сразу же вам вопрос, потому что я насколько в курсе, и городскими властями, наконец-то, не без вашего участия, начали разрабатываться какие-то варианты разгрузки этого транспортного коллапса. Я вхожу в состав комиссии по градостроительству города, и мы на комиссии начали проработку вообще концепции развития транспортной сети города в связи с тем, что планируется внести в градостроительные документы города изменения, и концепцию, значит, проработку в целом, концепцию транспортной сети города. Из нее потом будет вытекать, конечно, и сеть общественного транспорта завязана будет на это. И сегодня появились проработки уже концептуальные по долгосрочные, но они, конечно, требуют больших затрат, много времени. А в первом приближении планируем в следующем году убрать транзитный транспорт с переулка спортивный, изменить схему движения. По спортивному переулку будет движение только транспорта, который будет с Джамбуа на вокзал следовать и обратно на мост. А весь транзитный поток, он будет уходить по улице Джамбуа, и, соответственно, значит, вот этот перекресток, где на Иркутный мост, там тоже изменится схема движения. Ну и нами практически закончено проектирование надземного перехода на остановке Курорт-Ангара. Да, но там есть проблема, почему не сможем в следующем году приступить к строительству. Там не решен земельный вопрос с опорой, которая будет находиться с той стороны, где стадион «Звезда», где «Звезда», ну, футбольный стадион, да. Там надо решить вопросы землеотвода для того, чтобы начать строительство этого перехода. Но этот проект, он типовой будет, и его можно будет, в принципе, ставить на любую улицу. Так он разрабатывался с этой концепцией. Хорошо, продолжим тему. У нас первый вопрос, первый телезритель нам позвонил. Татьяна Васильевна, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Джамбула, 30, комплекс Заречный, 6 домов комплекс у нас, да. Депутат Жария знает меня, я ему запросы и лично у него была, и все. Мы за подъезд к нашему дому. 12 апреля он в комиссии Свердловского округа был около нашего комплекса. Ходили мы тут по улицам, смотрели, где делать его, и ни ответа, и ни привета больше нам. И второе у нас, мы еще и просили тоже помочь, Жарию просили. Переход нам на остановку Джамбула тоже от нашего дома. Никакого перехода через эту развязку нет у нас. Ну, вы сами понимаете, через такую развязку перекресток, как вот Джамбула на Иркутный мост и на Боткино, переход там сделать невозможно. Поэтому переход все равно будет выстраиваться, конечно, это основной переход в районе курорта Ангара, и дальше уже по Боткино, через спортивный переулок, все равно Джамбула. Вот. По подъезду к дому комиссия нашла решение провожить внутриквартальный проезд, внутридомовой. Ну, значит, соответственно, в следующий год будем планировать, постараемся в бюджете предусмотреть эти средства для того, чтобы сделать подъезд со второй железнодорожной. Там есть возможность провожить подъезд к этому дому. Тот вариант, который предлагали жители мимо ветеринарной больницы, он дорогостоящий и технически пока нереализуемый. Вот так могу ответить. Хорошо. Будем надеяться, вопрос принят. Хорошо. И давайте продолжим, пока ждем следующих звонков. Может быть, расскажете о каких-то еще, вот вы рассказали про Маяковского, долгосрочные какие-то депутатские инициативы про свои? Второй созыв. Занимаюсь вопросом развития привокзальной территории. О, гелевую тему. Тема тяжелая, и один из камертонов уже был посвящен с моим участием этой темы. Надо признать, что с того момента мы особо не продвинулись. Потому что... Почему? Почему? Потому что много как раз проблем упирается в то, что затратные везде решения по перенаправлению потоков требуют больших затрат денежных. Сегодня просто... РЖД участвует в части объектов, принадлежащих РЖД. Я уже говорил, что в следующем году начинается реконструкция вокзала. Это памятник архитектуры. Будет строительство нового павильона. Будет соответствующее изменение той территории, которая находится в виде РЖД. А вот территория города здесь... Проект он совместный, но решаться должно за счет городских и областных средств. Комиссия работает по этому поводу. Мы встречаемся регулярно, но пока... А после ныне там, как это у нас принято говорить. Это печально, кстати. Лицо города все-таки. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Францовна. Мне хотелось обратиться к депутату с просьбой. Вот у нас от Терешковой до Карацеткин. По четвертой железнодорожной нельзя вообще пройти. И все переходы засыпаны. Для машин дорогу очистили. А для пешеходов вы ползаете как хотите. Понятный вопрос. Он, кстати, не только к этой улице относится, но и ко многим улицам города. Действительно плохо от очистка идет. Ну, это в текущем порядке. Выйду с Камертона, буду работать с городскими властями. Для того, чтобы организовали очистку этой территории. Я думаю, что в ближайшие дни очистим. В ближайшие дни еще как бы само не растаяло, да? Как всегда у нас надеется на... Нет, по прогнозу нет, не растает. Ну, дай Бог. Если верить прогнозам. Вот жители обращаются со своими пожеланиями, просьбами. Понятно, что что-то назрело. Вот за год какие наиболее актуальные были вопросы со стороны жителей? Какие заявки поступали? Что выделяется? Ну, в основном это обращение по ремонту, асфальтированию внутридомых территорий. То есть заявки подают жители, обращаются. По обустройству детских площадок. Сегодня много пожеланий по обустройству спортивных площадок для подросткового поколения. И вот здесь городом намечена программа «Спорт во дворы». Правда, она вот в этом году практически не финансировалась. В 2015 году, в 2016 году еще нам предстоит принять бюджет. И вот здесь, я думаю, что надо будет сделать упор как раз на обустройство спортивных площадок, для того, чтобы подростки могли заниматься хотя бы элементарным волейболом, футболом. Ну, возможно, мы еще к этой теме вернемся в течение программы. У нас звонит следующий телезритель. Нина, здравствуйте, мы слушаем. Здравствуйте. Дело в том, что я живу в районе вашего, не знаю вас хорошо. Есть район такой маленький, между управлением дороги и вот эти дома идут. Касьянова 26, 27, 28 и четная сторона. И вот эта тропа, там никогда ничего не чистится. Прошлый год, позапрошлый год и сейчас. А сейчас, в этом году снег выпал рано, ибо он подтаивал. И вот эти налеги. Люди бегут на остановку, идут по дороге. Кто-то идет именно к переходу, там переход в прямую. И невозможно пройти. Я не знаю, кто обслуживает эти дома, не знаю, какая компания. Но это так невозможно. Помогите, пожалуйста. Поможем обязательно. Спасибо. Ну вот видите, зима рано началась. Внезапно, как всегда, и вопросы похожие. Собственно, и проблема-то. А действительно, люди ноги ломают. А если пенсионеры? Ну это как раз относится к вопросу нашего интерактивного голосования. Да, в том числе. Вот такой вопрос, как раз про инициативу, затронули голосование наше интерактивное, про инициативных активных жителей. У меня есть сюжет, который я предложил бы вам посмотреть и посмотреть нашим телезрителям. Давайте его включим, а потом продолжим наше обсуждение. Среди многолетних деревьев совсем молодые саженцы ели и березок. Здесь, во дворе дома номер 9 по улице Боткина, молодые деревья появились благодаря местному жителю. Михаил Шайтанов в этом доме живет 14 лет. В прошлом году пенсионер решил озеленять свой двор. Начал с клумб возле дома. Летом 2015-го мужчина посадил 32 ели и березы. Саженцы купил на собственные деньги. Машины ставят и на газоны, и в газоны, и к крыльцу, и к цветам, и ко всему. Где возможно, лишь бы, как говорят, примкнуться, уйти и бросить. Может быть на час, а может быть даже и на сутки. В эту ростицу люди с годами начали. Один заехал, понравился. Другой заехал, понравился. Где удобно, среди деревьев, всякое разное. Впрочем, вопрос с парковкой автомобилей все же удалось решить. Были оборудованы специальные карманы для машин. Их от газона огородили бетонными блоками. Но остался еще один нерешенный вопрос. Два года назад здесь велось строительство жилого дома. Свет в окнах новоселов появился. А вот во дворе стало темно. Нам нужен свет. Дети ходят в темноте, в школу приходят, уходят. Тут у женщины отобрали сумку в темноте. Недавно разбили машину. Тоже украли, тоже это люди. Ну и мы решили, что все-таки свет нужен. Мы просили администрацию сделать все-таки это за счет города. И свет дали. Два месяца назад на территории поставили два временных деревянных столба с фонарями. Конструкцию подключили к электросчетчику дома номер 9. Теперь ежемесячно жители дома платят 150 рублей за уличное освещение. Этот двор включен в программу по благоустройству преддомовой территории на 2016 год. В ее рамках будут заменены временные световые опоры на бетонные. И освещение будет подключено городским сетям. После проделанных работ платить за уличное освещение будет не нужно. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский, Камертон. Социальная сеть. Вот такая вот картина. И, Дмитрий Иосифович, возникает вопрос. Вот тут прозвучало в материале, что вот эти временные опоры – это 150 рублей с квартиры, да, получается. Дополнительные оплаты для жителей пока не установят постоянные. Я думаю, что далеко не все приветствуют эту ситуацию. И вот хотелось бы понять, существует ли какое-то взаимодействие между вот такими активистами и остальной прослойкой населения вот этих домов, как бы назовем их равнодушными, да, что ли. И вообще, существует ли контакт какой-то вот между этими жителями, может быть, с управляющими компаниями? Ну, с Шантаном Леонидом Михайловичем мы очень часто и тесно общаемся. Он такой настойчивый, энергичный житель, и если он решил что-то сделать, он это сделает и добьется. И по его инициативе, фактически, и площадка была оборудована, и освещение сделали, он собрал подписи. Вот порядка 50 квартир в этом доме подписалось, 35 согласились, 15 человек не согласились. Ну, вот еще и Леонид Михайлович жаловался, что даже когда высаживал саженцы, многие это воспринимали не совсем правильно, и даже ломали эти саженцы, не уважали его труд. То есть, сегодня общественная вот эта система общежития, да, она носит такой деградированный характер. Люди друг друга не знают, не поддерживают друг друга. Ну, вот как-то население делится как будто на лагеря, да, одним нужны скверики или там детские площадки, другим нужны, как вы упомянули, спортивные площадки для подростков, третьим вообще просто парковка нужна. Один человек, который проявляет инициативу, остальные либо наблюдают, либо высказываются против. Но мы поддерживаем именно всегда таких людей, которые проявляют инициативу, всяческих поддерживаем, потому что все равно в результате же получилось хорошо. Ну, дай Бог, чтобы это все остальные поняли. Вообще, есть ли в вашем округе, допустим, возможность построить физкультурно-оздоровительный комплекс, да, вместо того, чтобы спортивные площадки какие-то придомовые ставить? Вот как развивать детский спорт в таких плотно населенных районах? Я начал с того, что территорию, прилегающую к 71-й школе, мы, значит, там сделали хоккейный корт, это еще в первом моем созыве, поставили роликодром, поставили спортивную площадку. Потому что территория школы, там есть кому следить, кому обслуживать все-таки эти объекты, да, и это работает. Конечно, в каждый двор поставить спортивную площадку не совсем это правильно, надо комплексно подходить. Вот планируем площадку поставить, у нас есть в частном секторе, в районе станции Кая, там территориально-общественное совправление Мельниково. И вот мы первую площадку, когда будет финансирование, все-таки спортивную поставим там. Именно жителям частного сектора, потому что там... Потому что они инициативны. Инициативны, они, значит, объединяют детей, у них дети участвуют во всех мероприятиях. Сегодня стадион «Локомотив» передан в областной бюджет из железной дороги. И я думаю, что в ближайшее время будет финансирование этого объекта, он будет восстановлен. И там вернется, надеюсь, как раньше, это зимой каток, чтобы люди могли кататься и тоже заниматься спортом на территории «Локомотива». Но многие мне говорят, почему мы в парке «Парижской коммуны» ничего не оборудуем. Вот, кстати, вы просто опережаете мой вопрос, потому что вот эта проблема строительства, она напрямую связана в вашем округе, ну и не только в вашем, получается, с так называемой охраняемой территорией Глазковского некрополя. Какова его площадь и вообще, насколько сложно в этой ситуации развивать район? Ну, я не специалист в археологии, но по тем познаниям, которые у меня имеются, под эту территорию попадается вот эта вся гора, которая над вокзалом находится. Вот так же? Да, и весь вот парк, как мы называем, «Парижской коммуны». Это все территория, на которой находятся захоронения эпохи неолита, очень древние захоронения, которые охраняемые, где нельзя вести никакую строительную деятельность без предварительных археологических изысканий и какой-то проработки. В прессе появлялись статьи, периодически в областной, о том, что разрабатываются проекты концептуальные по этой территории. Ну, пока все это в проектах, будем так говорить. Но, тем не менее, на территории парка мы не можем никакие спортивные площадки оборудовать. Ну, то есть, ни Некрополь никак, ни то, чтобы не развивается, не хотят его сделать цивилизованными. Не археологический музей. Хотят, но, я думаю, опять же, это вопрос финансирования. А статус у этой территории международный охраняемый, на международном уровне. Ну, и то есть, фактически, развитие территории на этой территории, извините за автологию, невозможно. Пока приостановлено, да. Хорошо. А как вы в такой ситуации вообще справляетесь? Потому что, в том числе, развитие территории, естественно, предполагает социальные объекты, школы, детсады и так далее. И я не думаю, что у вас в округе с этим все замечательно. Буквально в октябре на комиссиях в Думе рассматривался вопрос потребности в социальных объектах, это в детсходах и школах, исходя из территории. И вот на той диаграмме, которая там была выстроена, 29-й округ, он попадает в территорию особо нуждающихся как раз в строительстве детского сада. Сегодня, фактически, там три детских сада всего на территории находится. Людям далеко приходится ездить. Мое предложение было вынесено, и надеюсь, что оно найдет отражение. Сегодня планируется развитие застроенной территории в границах улицы Пушкина, Румянцева, Касьянова. И вот при проектировании этой территории я предложил, и государственный комитет поддержал меня, что там предусматривать строительство детского сада. Ну, слава богу, это вообще правильная идея, чтобы в новых жилых комплексах социальные объекты были. Вот, тем не менее, несмотря на эти сложности, вот у вас хорошо обустроена работа с пенсионерами, с инвалидами. Вот есть такой, как его назвать, клуб, что ли, «Богульник», насколько я в курсе. Как у вас с ними контакт налажен, и, собственно, может быть, у них какие-то инициативы? Ну, «Богульник» — это не клуб, это общество инвалидов. «Богульник» — это общественная организация, которая действует на чисто общественных началах. Ну, там члены этой организации платят какие-то небольшие взносы, а все остальное — это помощь спонсорская, это поддержка. Поддерживает клуб не только я, все депутаты администрации Свердовского района активно их поддерживают. Нельзя сказать, что я там один такой активный. Я знаю, что и Галина Дмитриевна Родина очень много уделяет внимания этому обществу. Это женщины, которые ведут работу с инвалидами на общественных началах. Они помогают детям собираться в школу, закупки учебников, закупки карандашей, тетради делают. Они проводят мероприятия, посвященные 9 мая, у них всегда очень хорошие мероприятия. Общественная активная работа и благодарность им за это. Общение людей с ограниченными способностями и как раз общественную жизнь. Давайте перейдем снова к нашим многоквартирным домам. Вы поддерживаете, уже сказали об этом, создание территории общественного самоуправления, ТОСов так называемых. В чем, по-вашему, у них плюсы, если они есть? ТОС, наверное, его идея создания не только в решении коммунальных проблем за счет взаимодействия с управляющими компаниями, хотя это тоже важный фактор. Но это сегодня, возвращаясь к сюжету про Боткина 9, это как раз новая форма общественного сообщества жителей на территории. Сообщество жителей. ТОС, он учит сегодня людей знать соседа, уважать соседа, помогать друг другу. Это такая огромная коммунальная квартира. Да, и вместе решать. Ну, не хлебом единым жив человек. Когда он решает все свои коммунальные вопросы, ему все равно хочется жить в комфортных условиях. Знать соседа, здороваться с соседом, улыбаться ему. Вот давайте, вот у нас, мы уже обсуждали инициативных жителей, давайте еще про одного такого посмотрим, который организовал, собственно, ну, самостоятельно, с помощью, естественно, своих соседей, собственно, ТОС. Давайте посмотрим сюжет. Эта детская площадка появилась во дворе дома 11 на улице Боткина благодаря территориальному общественному самоуправлению Глазкова. ТОС еще очень молодой и работает всего год. С инициативой его создать к соседям обратился Александр Жарков. Молодой человек с детства живет в этом доме и рассказывает. Все проблемы решали коллективные за счет денежных средств жильцов. Но денег хватало только на решение незначительных проблем. Во дворе много лет не было детского городка. На его установку требовалась немалая сумма, которой у жителей нет. Тогда Александр решил, необходимо создать ТОС и обратиться с проблемой в администрацию города. Подписи жильцов самое сложное, потому что жильцам долго объяснить, что такое ТОС и какие возлагаются на него, ну, обязательства. И никакой финансовой помощи жильцов-то сильно-то и не надо. Самое было сложное это. Ну и в течение двух недель я собрал все документы, уже подал об администрацию, и там уже все оформили быстро. Организовать ТОС надо, потому что это непосредственная связь между жильцами и администрацией. Сейчас на территории 29 округа работает 4 ТОСа. Мельниково – показательный во всех смыслах пример. Это территориальное общественное самоуправление было создано 6 лет назад. За это время в поселке Мельниково провели уличное освещение, поставили многофункциональную детскую площадку и открыли детский сад. Было заасфальтировано 5 дорог. ТОСы обязательно, конечно, должны работать с депутатами. Нам повезло. У нас депутат нас слышит, понимает. Благодаря только Дмитрию Иосифовичу у нас вода в поселке. Мы об этом даже не мечтали. Жить в своем доме с водой – ну, прекрасно. Сложности в том, чтобы не надеялись, что это работа оплачиваемая, это работа для себя, добровольная, неоплачиваемая работа, общественная. И настраивались на то, что просто нужно каждый день заниматься ТОСом, заниматься этой общественной работой. Все получится. В этом году на территории 29 округа начинает работу еще один ТОС. Оформлены все необходимые документы. Выбран председатель самоуправления. ТОС Капитолий приступает к выполнению своих обязанностей. Одно из первых мероприятий, которое будет проведено для жителей – открытие новогодней елки. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский, Камертон. Социальная сеть. Таков был наш материал. Дмитрий Иосифович, я так правильно понял, что у нас эти ТОСы образованы в частном секторе. ТОС Мельникова – это чисто частный сектор. Это район станции Кае. Ну вот то, что вы говорили. Ее раньше называли Нахаловка, эту территорию. А сегодня это вполне богоустроенный поселок частный, где даже мы решили вопрос центрального водоснабжения. А уже в частности вопросы подведения по улицам, домам, это жители решают уже за счет своих средств, за счет инвестиционной программы водоканала. А вот правда ли, что у нас по вашему округу фактически нет проблем с частным сектором? Нет, так нельзя сказать, что нет проблем с частным сектором. Но те проблемы, которые обычно озвучивают, это вывоз мусора, это богоустройство улиц. Ну здесь мы в принципе стараемся все заявки выполнять. Вот благодаря созданию ТОС, первое, с чего мы начали, это организовали вывоз мусора. И кто ездит по железной дороге, помнит, какая слалка мусора была возле железной дороги. Там еще один ТОС, Черемушки там есть тоже в частном секторе. Сегодня этой слалки нет, потому что жители, создав ТОС, заключили договор и цивилизованно организовали вывоз твердых бытовых отходов. С этого начинали. Хорошо, спасибо. Вот просто перебиваюсь, потому что у нас еще один звонок в студии. Я думаю, последнего эфирного времени очень мало. Говорите, пожалуйста. Алло. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вот по какому поводу. У нас появилась шиномонтажка на улице Касьянова. И вот там машины, которые ремонтируются, стали проезжать по улице Терешковой около дома 40-го. А здесь находится детская площадка. И вы знаете, там или знак надо поставить, что детская площадка, потому что машина оттуда прямо спускается, там маленький спуск, и с таким, знаете, в общем, с большой скоростью проезжает. Ну, в общем, что-то надо делать. Или запретить, чтобы машины ехали именно, спускались по Терешковой туда вниз, а не около детской площадки. Спасибо большое. Спасибо, я позанимаюсь. Здесь у меня, получается, граница округа с соседним, с 30-м, и мы совместно с Калмаковым Алексеем Николаевичем этот вопрос поставимся порешать. Ну, это реально? На частник это влияет. Ну, надо посмотреть, что... Выйдем на место, посмотрим и решим, как с администрацией. Хорошо. Я думаю, что наступило время подвести итоги нашего интерактивного голосования. И здесь, Дмитрий Иосифович, ваш вариант оказался где-то далеко не на первом месте. Большинство проголосовало за то, что качество содержания придомовых территорий зависит от управляющей компании. А управляющей компании – это деньги как раз жильцов, опять же. Ну, в общем-то, здесь взаимосвязано, да, получается? Да. Хорошо. А вот, собственно, вот если про ТОСы мы так много говорили, как они налаживают взаимодействие с управляющими компаниями? И вообще, вот если сравнить по качеству? Там, где есть ТОС, как правило, от жителей вообще не поступает жалоб на незаконное изыскание средств, на нецелевое расходование управляющими компаниями средств. То есть, эти вопросы, они не возникают, потому что ТОСы контролируют как раз целевые использования платежей жителей. Они это дело отслеживают. То есть, вы считаете, что это эффективно? Это эффективно. Хорошо. Дмитрий Иосифович, спасибо вам за эфир. Дорогие друзья, у нас в гостях был депутат по 29-му избирательному округу Дмитрий Жарий. На этом наш эфир заканчивается. Спасибо, что были с нами. Обязательно увидимся еще. Субтитры создавал DimaTorzok